Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий. И сегодня я вашему вниманию представляю веб-каст на тему «Переменные Windows PowerShell 5». Этот веб-каст откроет шестую часть, посвященную Windows PowerShell 5. И в этой шестой части мы подробненько пройдемся по переменным. Разумеется, мы уже ранее ими пользовались при выполнении различных задач. Данная же группа предназначена для того, чтобы разложить все нюансы работы с переменным по полочкам. Насколько это на данный момент возможно. Мы работаем в окружении сили «Локал». Размещаемся на машинке PSPC01. Вокруг нас есть некоторая инфраструктура, которой отчасти мы будем пользоваться. В частности, например, мы смотрим эту презентацию с нашего веб-сервера. Машинка PSPC01 – это Windows 10, корпоративная, русская, 64-битная. Работает она под управлением Buildite 19.09. Ее аппаратные характеристики представлены на слайде. Ну а мы плавно переходим к переменным Windows PowerShell. Переменные Windows PowerShell – это некий логический контейнер в памяти, в котором мы можем положить некое значение или набор значений, коллекцию объектов, если хотите, объект и все что угодно еще, и потом к нему обращаться. Так вот, особенность работы с переменными Windows PowerShell заключается в том, что переменные PowerShell не требуют определения, и они присутствуют в системе по умолчанию, но при обращении к тем переменам, которые в явном виде не получили значения и не были объявлены, вы получаете значение null. То есть, как только вы заносите какое-либо значение, в этот момент и определяется переменная. Все объявленные переменные попадают на виртуальный накопитель, который называется variable, и к нему, точно так же, как к дискам c, d и прочим на операционную систему, вы можете при помощи Windows PowerShell обращаться. Ну и, собственно, при условии, что у вас есть путь к переменной, где она адресно расположена, вы можете при помощи CommonLedTestPath всегда проверять, а была ли объявлена такая переменная, было ли в нее занесено какое-то значение. CommonLedTestPath позволит вам эту переменную проверить. Давайте пробовать. Для этого нам потребуется экземпляр Windows PowerShell. Немножко отступим. И начнем с простого. Вот у нас есть накопители, которые видят PowerShell. Накопители именно PowerShell, PS Drive. Через CommonLedGetPSDrive мы их видим. Среди них нас интересуют, помимо, например, файловой системы и диска c, непосредственно раздел Variable. На нем мы можем увидеть все объявленные на текущий момент переменные. Это встроенные переменные в оболочку, которые определяются системой. И в большинстве случаев вы не можете с ними ничего сделать. Вот, например, переменная true содержит значение true. Ну, тип данных Boolean, как нетрудно догадаться. Или, например, переменная null не содержит ничего. Но мы понимаем, что это непосредственно та переменная, которая позволяет нам узнать, что это пустое значение. С ней можно проводить кое-какие сравнения. Вот таким вот образом это происходит. Что ж, если посмотреть все, то у нас нет переменной с имени a. Я обычно говорю, что переменная $a, но $ это лишь определяет, что это переменная. Имя же не включает знак доллара. Если у вас знак доллара будет идти вторым, то тогда да, это уже попадет в имя. Но про сложные имена мы поговорим чуть позже. Так вот, если я обращусь к переменам $a, я ничего не получу. Почему? Потому что в нее не было занесено никакого значения. И при этом, пользуясь встроенной системной переменной $null, я могу убедиться, что да, действительно это пустое место. Не было его никогда. Но ничего другого на пустой переменной, как, например, вызвать получение типа, то есть метод, который бы мне сообщил о том, какой тип у этой переменной, я не могу, потому что тип там никакого нет, там пустота. Соответственно, ошибка. Что ж, отлично, занесем некоторые значения. Мы будем работать с простыми вещами. Пусть там лежит Windows PowerShell. Можем обратиться к переменной, уже видим значение. И теперь уже, конечно же, и тип данных, а именно строчный, стринг, он автоматически определился при занесении значения, он сюда попал. Таким вот образом. Если посмотреть на getChildItem variable a, то я увижу, что у меня есть объект, переменная, у которой имя a, и у которой занесено значение Windows PowerShell. Таким вот образом это присутствует. Разумеется, раз мы видим накопитель PowerShell, в который мы можем перейти, можем посмотреть его содержимое, увидеть, что здесь есть наша переменная с именем a, и даже ее значение, то я могу с ней работать, как и с любой другой. Вот, пожалуйста. Вот у меня $a, вот у меня отсутствующая переменная $b. Но я нахожусь на накопителе PowerShell, поэтому кто мне запретит выполнить копирование элемента, именно поэтому командеты PowerShell, которые работают с элементами, обезличены. Мы не говорим в копии файла или копии directory, мы просто говорим в копии элемента. И находясь на накопителе с переменной, мы можем взять переменную $a и скопировать ее в переменную $b. И если я снова выполню getChildItem, то вижу, что у меня появилась переменная помимо a, еще и переменная b, в которой также занесено значение PowerShell. PowerShell, то есть как в $a было, так теперь и в $b повершил. Точно так же никто мне не запрещает любой из этих элементов взять и удалить. RemoveItem, b, и все, $b у нас снова пусто, потому что переменной более нет. И полезный commandlet, testPath, variable, можно без указания полного пути, просто через двое точек указывать имя. Переменная a, variable a, она у нас на месте. Переменная b у нас, соответственно, отсутствует, потому что мы ее как таковую с накопителя удалили. Вот так вот устроены переменные, так они размещаются, так они себя ведут. Поговорим немножко про создание переменных. Переменные делятся на два типа, те, которые будете определять вы, и те, которые в системе уже присутствуют. Там дальше уже идет более сложное деление. В рамках этой группы вебкастов мы по большей части особенностей переменных, конечно, пройдемся. Но часть уйдет на более поздние этапы, например, про область работы переменных и переключение этих самых областей. Мы будем говорить, когда доберемся до функции модулей. Сейчас же нас больше интересует то, что у системы есть автоматические переменные. Вы можете найти эту статью About Automatic Variables в справочке онлайн, либо, если вы обновили справку, Commandlet Pro, то, как пользоваться справкой Windows PowerShell в пятой версии, можно найти в вебкастах по PowerShell 5. Есть статейка About Automatic Variables. В ней перечислены абсолютно все автоматические переменные, которые создаются у вас в системе. Эти автоматические переменные нельзя заменять, ими можно только пользоваться. Ну а что касается создания собственных пользовательских переменных, тут ничего сложного нет. Вам достаточно указать знак доллара, который определяет переменную. Придумать ей имя, которое не будет пересекаться с уже имеющимся через тест пасс. Мы уже проверили, что этим можно легко пользоваться, чтобы определять, подходит ли не подходит имя. Потом набрасывать числительное, если вы, например, делаете это в скрипте. Ну и через знак равно передаете значение. Значение в соответствии с типом данных, которые вы хотите занести. Об этом подробнее в сайте вебкасты про типы данных. Что нас здесь будет интересовать? Давайте, во-первых, посмотрим наши переменные. Немножко отступим. Get help. About automatic variables. Вот эта статья. True, this, stack trace и так далее. PVD, например. Переменных очень много, у каждой из них есть описание. Эту же статью можете поискать, в принципе, в PowerShell, например, в второй версии. Там она была на русском языке, либо воспользоваться в онлайне автоматическим переводом. Ну, как хотите. Я думаю, никакого смысла перечислять нет. Ну, вот, например, интересная переменная $year. Она накапливает все ошибки, которые возникали у нас в оболочке. И у нас немножко их возникало. Если обратиться к этой переменной, то мы увидим, что она возвращает тот самый момент, когда я там пробел лишний поставил в выражении $a-eq$0 при сравнении $error. Это не обычная оболочка. Это у нас коллекция объектов. И, соответственно, у нее есть count. Тут у нас два события. И к каждому из них можем обратиться. Коллекция начинается от нуля. Первое событие. И второе событие. Первое событие, когда мы $eq поставили. А второе событие у нас, как раз, когда мы пытались вызвать метод getType на необъявленной переменной, на пустой. И, соответственно, получили, что невозможно вызвать метод для выражения с значением null. Потому что у пустоты нет никакого типа. Он еще не определен. Помимо этого, есть масса интересных переменных. Например, последний вызванный командлет. При помощи $крышечки можно его получить. Например, если я выведу историю команд, то в $крышечку у нас автоматически попадет последний введенный командлет. Ну, бывает иногда удобно. Если нужно что-то повторить, можно так пользоваться. Есть домашний каталог нашего пользователя. Например, $home. Или есть, например, профиль. Тот файл, который выполняется, когда мы пользуемся запускать оболочку. Там, например, могут наполняться вручную всякие разные переменные, псевдонимы и много чего еще, которые мне будет удобно использовать в этой оболочке. Но об этом мы, наверное, поговорим чуть позже. Тем не менее, как создавать переменные, как пользоваться уже имеющимися переменными, мы посмотрели. Продолжим. Следующий вопрос, который нас интересует, это то, что мы можем указать тип объекта, который будет содержаться в переменной. Но, по большей части, нас как раз интересует тип данных, чтобы мы могли определить, что это будет дата, время, что это будет число или строка. И тем самым не позволить в переменную заносить какой-то иной тип. Синтаксис в данном случае очень простой. В квадратных скобках перед именем переменной, не забудьте отступить немножко, вы можете указать тип данных, который будет там присутствовать. Каким образом вы будете вычислять этот тип, по этому делу, что может быть абсолютно любой литерал, это на ваше усмотрение. Но учтите, что при попытке занести в типизированную переменную или переменную с ограниченным типом, вы выполняете конвертацию объекта, подаваемого в тип этой переменной. И если конвертация не проходит, вы получаете соответствующую ошибку. Давайте на это смотреть. Как это происходит? Вызовем экземпляр Windows PowerShell, немножко отступим, объявим переменную $b, например, 1, и в нее положим текст 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Положили. Объявим еще одну переменную с точно таким же текстом, но она будет $b2, имя b2, и объявим ее тип. В данном случае это будет целое число, то есть integer int. Если мы посмотрим на $b1, мы видим, что это строка. В общем, она подана была в кавычках, изначальный текст подавался, соответственно, он и был воспринят как строка. А у $b2, у переменной b2, тип данных integer 32. Я не указывал, какой конкретный инт. И он по сокращению использовал integer 32. Ну, я думаю, тоже не сильно хитро. Сам факт заключается в чем? В том, что если я в $b1 положу, например, 50, или я положу, видите, и теперь уже $b1, это у нас integer 32, или в $b1 я положу $b1, то он у меня сюда легко будет вложен. Если же я попытаюсь в $b2 положить $b2, так как переменная типизирована, причем строго типизирована, у нее происходит попытка конвертации, и $b1 в integer 32 не конвертируется, мы получаем ошибку. Самый простой способ на этом этапе, разумеется, избавиться от переменной и определить ее заново. Чуть позже, когда мы дойдем до командлетов для работы с переменными, там мы посмотрим, где можно увидеть все ограничения, которые присутствуют у переменной. С типами мы разобрались, переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос это новинка Windows PowerShell 5. В Windows PowerShell 5 появились атрибуты. Атрибуты, которые можно навешивать на переменную, и атрибуты будут добавлять ограничения для этой самой переменной. В синтезе следующий. Есть переменная. У переменной обязательно указывается тип. Почему? Потому что в сборке, которая содержит описание этого типа, есть определенные настраиваемые атрибуты. И, исходя из документации MSDN по конкретному типу данных, можно указывать атрибуты этого типа данных, и тем самым накладывать дополнительные ограничения. Самые простые примеры, которые можно придумать, и которые я сейчас буду показывать, это, например, длина строки, исходя из количества символов, которые вы туда будете загонять, или, например, числовой диапазон для числовых переменных, от и до которого можно подставлять значения. То есть дополнительные ограничения. Это особенность именно PowerShell 5. В четвертой и предыдущих версиях вы такого не найдете. Давайте пробовать. Нам потребуется экземпляр Windows PowerShell. Мы немножко отступим. И воспользуемся вот чем. Возьмем переменную, которая будет называться $text. Чтобы сказать, что это точно строчная переменная, мы укажем у нее тип. Мы уже знаем, что в квадратных скобчиках мы можем указать тип String. Соответственно, это будет строка. Ну и, соответственно, потом какую-то строку подать. Просто указать переменную, не передав никакое значение. Переменная не создастся на диске Variable. Соответственно, никаких ограничений, которые вы внесли, не указав никакого значения, не получится внести. А так мы внесли явное значение. Пустую строчку, состоящую из 0 символов. И дальше мы можем указать ограничения. В данном случае у типа String есть свойство. Называется оно Validate Length. Это, кстати, тоже сокращение. Оно целиком-то побольше пишется. И мы можем указать, сколько символов в длину должна содержать эта переменная. Сначала указывается нижняя граница. 0 символов разрешено использовать. Затем указывается верхняя граница. Максимум 10 символов можно использовать. Таким образом, от 0 до 10 можно будет вносить переменную. Здесь переменная точно такая же, как и раньше. То есть у нас есть Variable Text. На месте она присутствует. У нее мы видим тип. С типом тоже полный порядок. Срочный тип из базового типа SystemObject. Дальше мы в нее можем что-нибудь положить. Например, Windows. Разумеется. Знак доллара. Например, Windows. И Windows. Так как его длина всего 7 символов, пожалуйста, все помещается. Можем поменять. Тоже никаких проблем с этим нет. PowerShell. Так. Общаточка. PowerShell. 10 символов в длину. Тоже влазит. Все хорошо. Видим длину строки. А вот теперь попробуем поместить сюда что-нибудь побольше. Например, PowerShell 5. И в этот же момент мы получаем ошибку. Не удалось выполнить проверку переменной. Так как значение PowerShell 5 является недопустимым для переменной текст. Почему недопустимым? Потому что у нее есть ValidateMetadataException. То есть происходит исключение при проверке метаданных. Точно так же удалив переменную, вы уберете ее ограничение. Посмотрим другой вариант. Объявим переменную с именем int. Нетрудно догадаться. В нее мы будем вложить целые числа. Чтобы явно это сделать, добавляем ограничение. Указываем тип этой переменной. И еще одно ограничение. Оно называется ValidateRange. Но я, например, не знаю, как оно выглядит. И там укажу какой-то VR. И видим, что тип настраиваемого атрибута VR мы не можем найти в сборке, которая определяет тип данных int32, который мы объявили вот этой квадратной скобочкой. Нет потому что такого атрибута. Если залезем в докумендацию, найдем там ValidateRange. И укажем диапазон от минус 10 до плюс 10. Отлично. Такое ограничение есть. Оно подставляется в переменную. И теперь при попытке работать с $int, заносить в нее значение, пожалуйста, минус 5, 9. Но ни в коем случае не 15, ни в коем случае не минус 20. Почему? Потому что минус 20 недопустимо для переменной int. По какой причине? По той же самой происходит исключение при валидации вносимого значения. Такой вот момент. И в $int у нас по-прежнему девяточка. Отлично. Если я попробую в $int занести какой-то текст, я получу другую ошибку. Почему? Потому что систем int32 не может преобразовать значение текста. Потому что в данном случае работает не диапазон ограничения ValidateRange, а непосредственно тип данных. Но если я удалю с диска variable переменную int, то теперь я снова могу в нее все что угодно заносить. Почему? Потому что у нее нет уже этих ограничений. И она принимает тип данных, исходя из того, какое значение я заношу в эту переменную. Что ж, вот такая вот новиночка в виде атрибута для типов данных у Windows PowerShell 5. Что касается типа, это вы можете делать совершенно спокойно. Я этим активно пользуюсь еще во времена PowerShell 2. Если вам необходимо типизировать переменную, то, пожалуйста, вот тот самый способ. Ну, например, если дальше, исходя из типа, все у вас будет происходить, то проверили тип данных и, соответственно, после этого с ним работаете. А для верности еще и переменную с соответствующим типом установили. Мы познакомились с переменными в Windows PowerShell, где они располагаются, как ими можно пользоваться, как их можно создавать, как при создании переменной можно ограничить тип переменной, и, как исходя из типа, можно еще и ограничение при помощи атрибута накладывать на переменные. Думаю, здесь не сильно сложно, и вы сможете легко это повторить. Это был первый вебкаст на тему переменных. Дальше мы будем в это погружаться подробнее. И в третьем вебкасте данной группы, когда будем говорить про командлеты для работы с переменными в Windows PowerShell, мы подробнее поговорим и о типизированных переменных, и непосредственно о переменах с атрибутами, которые позволяют вносить дополнительные проверки на переменную. Надо сказать, что командлеты для работы с переменными будем использовать только для того, чтобы узнать, какие именно ограничения наложены на переменную, а не для занесения, потому что командлетами занести ограничения невозможно. Пока что для этого есть только квадратные скобочки. Подошел к концу наш вебкаст. Надеюсь, было интересно и полезно. Если у вас появились вопросы, присылайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefum.blogspot.ru Все мои вебкасты собраны и каталогизированы у меня на сайте. Ну а пройти комплексное авторизованное обучение по Windows PowerShell и не только, вы можете в учебном центре Softline Education. За мной же можно наблюдать при помощи моих социальных сетей. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!